здравствуйте и я максимадзе и сегодня у нас игрушка как достать соседа да и я решил мы сегодня будем проходить все заново мы будем проходить все заново снова будем консольную версию снимать да на геймку потому что как по мне эта версия самая такая уникальная самая лучшая из портов всех дней из первой и второй части уровне по намешаны много новых там фишек всяких в общем я эту консольную версию проходил уже так чуть-чуть и по векам в этот раз мы короче будем проходить нормальном качестве с вебкой конечно же с нормальным микрофоном и так далее потому что первый раз я в прошлом году записывал там и микрофон был фиговый и все такое короче однако первая серия набрала 3000 просмотров поэтому мы поэтому я решил нормальным качестве все перезаписать так короче говоря я создал новый профиль под названием второго своих своего второго канала бумаги кстати говоря подписывайтесь на этот второй канал на нем пока ничего нет но скоро скоро на нем будут выходить внушки это честное слово короче говоря начинаем старт гейм я еще разрешение настройках эмуляторы снизил очень сильно снизил причем поэтому так сильно лагать не будет так четыре режима мы выберем стандартный чё-то лагов я пока не замечаю так вот первым на 6 эпизодов сначала доступная играем эмулятор и должен стать горе короче говоря пеппинг где-то типа соседи пеппинг это типа сосед короче бинокль смотрит в люблю сосед как сказать что-то типа того переводится слово добро пожаловать как достать соседом соседей заданных строкал короче говоря буди будет мстить своим соседах пакости и устроить веселить короче говоря зрители короче начинаем и смотрим ролик в оригинальной игре на бка ролика не было это вода пачка упала вот мерзкая собачка как вам всем не стыдно кидать мусор а этому чуваку насрать а кстати говоря графика в ролике реалистичная кроме персонажей и тачки которые согнут да короче первый уровень у нас начинается лагать все равно конечно будет на уровнях и второй части но не так сильно как в прошлый раз к тому же я видеокарту еще купил себе на компьютер достаточно давно уже когда мы проходили первый раз у меня не было было встроено видеокарты короче бип так соседа у нас нету так так знаете что нам надо сделать мы туториал мы отключим вообще он да отключим мы отключим туториал потому что я и так знаю как играть короче короче говоря вот так вот мы стрелочками управляем видно еще то что опа сосед идет надо уходить сосед там короче говоря ключ пытается подобрать видно что вместо кирпичных стен за пределами самого дома находится улица и даже вон кусочек крыши вон видно оранжевый газу все такое это все прикольно это нововведение так шкаф спрятаться в него нельзя он разобранный много новых пакостей здесь есть консольной версии много чего и повторений некоторых пакостей нету ну есть правда те вещи которые есть те вещи которые приправляют реалистичность а есть и вещи которые наоборот отнимают реалистичность К примеру, вот это вот окно есть с той стороны и с этой стороны. В некоторых эпизодах окна с правой стороны не будет. Куда оно денется-то? Вот это вот непонятно уже. Это уже в первой части не было такого. Так, перчатка и антенну. Антенну скручиваем, подушку-пердушку кладем на кресло. Вот это ржака будет, не так ли? Так, и сосед у нас слепой, поэтому мы утюг ему вот сюда подложим. И там еще земля, корни снизу. Так, бинокль мы склеиваем. Камера переключается. Так, во второй части у нас тут монетками засчитывается. Слева счетчик злости, справа количество жизней и время, сколько мы играем. К сожалению, здесь нет ограничений по времени, и его нигде в настройках нельзя включить. Ну, тут ржачное время было с ним. Короче, есть камера, мы переключаемся на соседу, но с помощью кнопки БМ можно это исправить. Можно автоматическую камеру вообще отключить в настройках. Так, сейчас сосед пойдет к телефону. В настройках эмулятора, правда, копаться пришлось, управление что-то достать. Сосед, ты что, слепошарый, что ли? Как ты трубку уперебудался дюгом? Я просто поражаюсь. Я вот из-за вот этих вот всех счетчиков не знаю, куда... Какую кнопку нажимать? А, вот эту. Короче, сосед решил порнуху посмотреть за окном. А мы его за это накажем. Все, как короткий эпизод вообще. И вот из-за этих счетчиков не знаю, куда вебку прикрепить. С правой стороны количество жизни и время. Слева счетчик злости. Может куда-нибудь вниз прикрепить ее. Посмотрим, короче. Так, мы прошли на перфиг, потому что мы полностью заполнили счетчик злости. Сейчас я, короче, вам расскажу, как его заполнить. Сейчас. Перейдем ко второму эпизоду. Конечно, сохраняем, сохраняем обязательно. Так, Берддэй. Сразу же у нас день рождения соседа. Так, день рождения. Так, ну тут, короче, сверху с желтыми буквами на эмуляторе. Пишет, что, типа, сохранение выполнено. Так. Сосед, как всегда, в одиночку празднует день рождения. Свой. Торт, короче говоря. Первую вот эту вот свечу, блин. Желать себе, своему любимому, самое лучшее. И нам тоже надо приготовить ему подарок. Который, правда, порадует не его самого, а его любимых поклонников, блин. Так. Короче. Слева, вверху у нас находится... Так, надо в камп спрятаться. Вот, сосед в ванну пойдет. Так вот. Слева находится вверху счетчик злости. И, короче, надо, чтобы его заполнить, надо по очереди, по гости, одной за другой, короче, делать. Подстраивать одну за другой. Фу, как ты воняешь, блин. Так, нет, подождем еще пока здесь. Че у него за картина в туалете непонятная? Он че? Извращенец какой-то, что ли, непонятный? Сосед. Ну, сосед, блин. Так, дверь на гостин заблокирована. К сожалению, мы никак ее не можем открыть. А, теперь вот тут надо взять ее. Так, теперь быстрее в шкаф, пока сосед сюда не приперся. У нас, конечно, три жизни есть, но я хочу на перфект пройти. Если мы потеряем одну жизнь, то перфекта уже не будет. Если сосед выполнит действия, которые мы, где мы не напакостили, то счетчик злости собьется. Так же он собьется, если сосед поймет, что где-то у него в доме я нахожусь. Если он меня увидит или где-то услышит, ну, я там собаку разбужу и все такое. Так, во-первых, из холодильника достаем яйцо. Так, у нас здесь, вон, даже темно. Вон, когда мы к окну подходим, мы сам будем, у нас освещается. Это прикольно. Шторки закрыты у нас тут. Блин, вот это реально нововведение. Вот это мне нравится вообще. И, наверное, вам тоже эта версия доставит интересы. Так, а мы сейчас тут напакостим немного. Во-первых, подложим бомбу в вот эту коробку со свечами. Во-вторых, засунем в микроволновку яйцо. Все, яйцо взорвалось с микроволновки. Быстрее, 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 в шкаф, быстрее. Ух, успел. Если сосед нас, кстати говоря, заметит, то у нас будет шанс от него убежать. Правда, такой шанс очень, конечно, маленький. И, если сосед находится в той комнате, где я пытаюсь там в шкаф спрятаться или еще куда-нибудь, то мы этого сделать не сможем. А ты, походу, мастер на все руки, сосед. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, взорвался тут. Короче, не будем смотреть, как он нервничает, чтобы нам успеть. Так, теперь, следующая бага, следа у нас... ...мышеловка в почтовом ящике. И еще у нас, оказывается, у соседа дырка в этом самом. В отличие от первой части, он тут не бежит, ни за каким пластырем. Так, ну доставайся, тюрьмы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Обалдеть у них. Такое возможно вообще. У него золотой кран в ванных и раковины. Господи, мажор. Так, снова на персик прошли. Пока никаких лагов, кстати говоря. Блин, темнеет уже совсем. Пока еще не так сильно темно, я просто вечер. Так, сохраняемся, естественно. Куда же мы денемся? Следующий уровень у нас... ...тоже короткий. Называется он пирог. Сосед у нас, короче говоря... ...возвращается откуда-то там. Жрёт яблочный пирог. И... ...входит... ...пьёт пиво, ест пирог. Господи, сочетания у него, конечно, не самые лучшие. Зато он так прям красиво захавает пирог. Вот так вот. А-а-а-а! Целый кусок засовывает. Так, сосед у нас, если мы ничего делать не будем, то сосед у нас не будет спускаться на первый этаж. На первый этаж он только спустится, если ему в туалет надо. Здесь, а в туалет нам надо будет. Поэтому мы берём туалетную бумагу отсюда. Так, он там готовит яблочный пирог свой. Чтоб повкуснее было, он подогреет его, конечно же. Так, давайте унитаз засорим целую тонну бумаги. Напихаем туда. Вот этот... Вот будет умор. Так, короче. Идём на второй этаж. Нам надо тут подпортить некоторые вещи. Во-первых, вот это вот поменять. Затем фольгу засунуть в микроволновку. Это фольга или это не фольга? Понапихаем её в микроволновку. Так, слабительного пива напихаем, чтобы ему в туалет захотелось. Так, короче говоря, погреел он микроволновку. И у него микроволновка, он как сломался. Стекло разбилось, кнопка вылетела. И эта... Дверца погнулась. Только из-за вот этой бумаги, из-за салфетки я не понимаю, почему так. Так, короче говоря, достаем кикат. И просто наблюдаем совсем он сын. Намазал пеной для бритья сыр в пирог. Как такое можно вообще есть? Смотри, когда он намазал пену для бритья, она немного зелёненькая у него была. С битой сливки, они там белые. Короче говоря, о, вот это вот реалистичность плюс. Консоль есть. Так, сейчас ему захочется посрать. Фу. Как тебе не стыдно на камеру срать. Ай, говно. А, фу. Какой вкусный кикат. Люблю кикат и твикс. Не знаю, правда, что больше. Наверное, я твикс больше, конечно, люблю. Да. Оп, оп. Так, сосед у нас пиано. Сосед обожает футбол. По телеку. Но не любит, когда детишки мешают ему играть. Так. Эй, минус реалистичность. Пропало окно с правой стороны. Капитинный. Так же, к минус реалистичности в консольной версии можно отнести то, что отсутствует дверь в подвал и двери на третий этаж. Их просто здесь нету. Они, видимо, заштукатурены. В следующих уровнях эти двери появятся. Ну, это странно, что их нету. В первой части они были просто заблокированы на замок. А здесь их нет просто. Ну, это странно. Вот это окошко, кстати говоря, открыто. И не просто так, между прочим. Так. Надо погодить пакости делать, потому что... Вот здесь порыться надо. Здесь у нас такая вот мини-игра. Короче говоря, нужно... Три... Только один персонаж есть три. Короче, надо вот так вот, короче, собрать. Чтоб три было одинаковых. Так, опять детишки запульнули мячик в окно. Так, а мы, короче... Таких нот ему понапишем, что у него такой шум поднимется, вся мебель дорожать будет. Так, короче говоря, мыло сюда кладём. Ещё к минусам можно отнести то, что вот эти вот шкафчики, что-то на них пропадают ручки. Также пропадает раковина, пропадает верхний шкафчик на подвесной. О, видите, какие звуки. Так, быстро подмениваем для мяча, для боулинга, чтобы он себе палец, короче, сломал. Чё эффекты, он подписывается внизу, когда... Так, воня... отвратительно воняющий сыр. Её любимую пиалку. Ай, как больно. Сосед, тут чё ты... Зачем ты мячик-то туда бросил? Так, и он сейчас, короче говоря, этот боулинский шарик вот так вот заледит в это окно. Вот почему оно открыто. А вот первая часть, он после этого блевать бежит в туалет. Здесь нет такого. Так, на этой доске написан номер телефона соседа. У меня прям темнотища такая на веб-куда. Ну, потому что поздно уже. Свет от компьютера только идёт. Ну, давайте пройдём ещё один уровень, и достаточно всё. Буду стараться на персик проходить всё. Ну, с последним уровнем, по-то занятой файл, там очень сложно пройти и будет. Поэтому, если немножко... Ну, да, нам надо ещё добраться, конечно, это очень далеко. Так, воня. Соседу уже пора, короче говоря, мыться. И всё такое. Тут мы соседу преподнесём ещё один сюрприз. Так, а если вот так сделать? Давайте вот так хотя бы сделаем. Вот хотя бы какое-то освещение будет. Тем более у соседа... Ночь. Да, в этой игре ночь есть. И, кстати говоря, опять в гостиной появилось окно. С другой стороны. С правой стороны. Так, опять игра на поиски у нас тут. Так, у нас бык. Долго нам не пришлось искать. О, пёсик у нас тут появился. Нам надо, короче... Радиус я там... На какой-то стик настроил под 40. И, короче, теперь удерживая shift и каким-то... Каким-то кнопками, стиком управлять. Короче, идёшь на цыпочках, никаких собак не будя. Вот так вот. Так, здесь у нас, короче говоря... Полка стоит, кстати говоря, очень красивая полка. Так. Появился надвесной шкафчик, которого не было. Исчезла доска. Вот это реалистичность, конечно. То, что ночь сделали, это прикольно. Это очень даже прикольно. Правда, в уровне второй части нету такого. Так, короче. Пса уровень шума, он сверху есть. Если он поднимется на максимум, то собака проснётся и... Ставит. Прости. Отвлекли чуть-чуть, ну ладно. Так, он там какой-то коктейль, короче говоря, пьёт. Так. Супер-клеем. Измазываем вот это всё дело. И мыльные шарики кладём. Мыльные шарики вот так, вместо конфет. Противные. Сожрёт их, блин. Проснётся, короче говоря, пёс, если уровень шума будет максимальный. И сосед будет, короче, гоняться по всей квартире и будет меня искать. Ой, не то, не то, не то. Надо вот эту непонятную смесь понапихать туда. Так, всё, теперь идём в ванной по костюню. Ну, зачем такие сельёки-то прикладывать? Вот это рожа у неё сейчас была. Такая вот. Так, во-первых, волосин. Усилитель волос добавляем в мыло. И полотенце измазываем вот в этом говне. Чёртная вакса для обуви, наверное. По-моему. Короче, не важно, это грязь. Чё, съел мыльные шарики? Вкусные, да? Так, короче, следующий у нас... Пофигу, не важно. Я одной рукой её не сдвину. Так, а мы сейчас нальём соку и будем наблюдать, как он будет шикарно. Он чё, с сальтухой туда, что ли, прыгнул? Обезьяна какая-то нечеловек уже. Господи, кошмар. Нигер. Нигер. Как он так быстро одевается, я чё-то не понимаю. Вот, чуть-чуть подлагивает уже начинает. Ладно, на этом, пожалуй, мы закончим. 30 минут ровно прошло. Мы прошли 5 уровней из первой части. В следующей серии мы пройдём несколько уровней из второй части. Открылись уже некоторые таковые. Вот. Тут, короче, целых 7 уровней из второй части. Я не уверен, что мы их пройдём за одну серию. Но, тем не менее, это мы узнаем всё в следующей серии. А пока что, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, каменькируйте, ставьте лайки, также вступайте в сообщественной контакте, и подписывайтесь на запасной канал Лумадзе, он скоро начнёт свою работу. И я не настаиваю, конечно, это всё, но, тем не менее. Всем пока. С вами был Максим Мадзе. Субтитры сделал DimaTorzok